Фестиваль «Дружба народов» символизирует братство, дружбу и единство между народами Карачаева-Черкесии, нашу настоятельную потребность сохранять мир и межнациональное согласие. Мероприятие задумано учителями родных языков, поддержало дело образования. И сегодня у нас большое мероприятие, которое мы называем фестивалем «Дружба». Здесь собрались представители всех национальностей, которые проживают в нашей республике. В рамках фестиваля была организована выставка национальных блюд, костюмов, изделий ремесленничества народов, проживающих в нашем субъекте. Фестиваль «Дружба народов» – зрелищное культурное мероприятие, направленное на реализацию таких актуальных социальных аспектов, как повышение интереса к истории, культуре, дружбе нации, повышение общего культурного уровня участников и зрителей. Это способствует сближению народов. Если мы учим детей уважать друг друга, это значит, что народы будут уважать друг друга, потому что в дальнейшем они подрастут, и они будут такими людьми, которые будут делать политику. Мы воспитываем детей, культуру, знания этноса. И у меня, например, в музее открыт адыгский этнографический музей, где охватывает историю и культуру народов нашей республики. И этот музей посещают все школы города и района этих городов. Были даже из Турции, с Москвы, с Иордании. Юные танцоры и певцы, артисты детских ансамблей танца достойно демонстрировали свое мастерство. Калейдоскоп из ярких номеров подарили ребята всем зрителям, которые, в свою очередь, не скупились на поддержку выступающих громкими аплодисментами. У черкесского народа, который я представляю, многовековая история. Это один из коренных жителей Кавказа. И важно проводить такие мероприятия для того, чтобы донести молодежи подрастающему поколению культуру, традиции, этнос нашего народа. Мы спешим сказать вам здравствуйте, чтобы пожелать здоровья и доброго. Мы спешим сказать вам благости, чтобы пожелать вам счастья нового. Добро пожаловать! Всех привечаем, всех встречаем. По обычаям, по-русски. И от души поклон вам низкий. С добрым словом и с любовью. С хлебом, с солью. Зрителям были представлены этнические, вокальные и хореографические номера. Каждый выход ребят, будь то танец или песня, был пронизан любовью к своему происхождению, к культуре народа, который он представляет. Я представляю наш абазинский народ. У нас очень много традиций и обычаев. Я горжусь тем, что я абазинка. Очень важно, чтобы наша молодежь поддерживала нашу культуру. Мой костюм представляет собой костюм стихной на гайке. У них свободный образ жизни и очень подвижный. Поэтому костюм свободный и не затягивает ремнем ничем. Но он в то же время богато украшен. Показываю, насколько богата девушка. Сначала я танцевала мальчика, но в конце так получилось, что мы сняли шапки и получилось, как будто мы танцевали мужскую партию, но девочки. В этом танце было очень сложно все исполнять. Но самое главное – это знакомиться с культурой и ее хорошо знать. Сегодня на территории нашей республики проживают около ста национальностей, которые объединены не только общей землей, но и многовековыми традициями. Народы нашей республики издревле жили по мудрым законам гор. По ним жили наши предки, бережно передавая молодому поколению умение жить в ладу с самими собой и с окружающим миром. Поэтому сохранение лучших традиций и обычаев предков сегодня должно стать одной из первостепенных задач. Не одно столетие жители многонациональной Карачаева-Черкесии живут в мире и согласии со своими ближайшими соседями. Переплетение национальных традиций приведет к светлому будущему наш регион. Карачаева-Черкесия едина, а все мы – одной нации, человек. Оксана Качкарова, Андрей Дорошенко. Итоги недели. Продолжение следует...